МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире КРТВ новости. В студии Анастасия Евставьева в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гаражный беспредел. Жители железнодорожной не успели вывести свое добро до сноса. Остальные сказали, пока пусть стоят, уберем, но позже. Почти килограмм золота. Оптическая схема Петсвали, она 19 века. Оригинальными разработками и не только привлекают молодые кадры на предприятия Подмосковья. О героях былых времен. Эта обязанность всегда и вечно помнить это великое поколение. Василий Луновой и Михаил Ножкин сказали спасибо за верность потомке. Повышение тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля. В Московской области рост платы впервые будет ниже инфляции, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам региона Наталья Ушакова. Инфляция в регионе 6,4%, тарифы на электричество вырастут на 6%, на газ на 2%, на тепло на 3,5%, на воду на 3,8%. Оплата в среднем вырастет с 1 июля на 4%, сказала Ушакова. Она отметила, что совокупный коммунальный платеж также будет ниже инфляции. Инвест-ресурсы, инвест-программы позволили снизить потери и дали результат, считает чиновница. Количество сетей, которые находятся в состоянии хуже среднего, уменьшилось. К сносу незаконно установленных ракушек в Красногорском районе уже привыкли давно. В самом Красногорске их демонтировали уже 4,5 тысячи штук. Чиновники говорят, что граждане к этой процедуре относятся спокойно и с пониманием. Правда, как выяснилось, не все и не всегда. Настоящую волну возмущения вызвал демонтаж гаражей возле дома 4 по улице Железнодорожная. Владельцам так называемых пеналов и капитальных укрытий сегодня в срочном порядке пришлось спасать свое имущество. Говорят, достаточно времени для того, чтобы убрать все спокойно, им просто не дали. Ситуацией разбирался Максим Мельников. Беспредел. Именно такую оценку происходящему дают владельцы гаражей и ракушек на улице Железнодорожной. С раннего утра они занимаются тем, что в срочном порядке убирают вещи из своих металлических сооружений. Опасаются, что потом не найдут их вовсе, поскольку подрядная организация, которая с сегодняшнего дня начала снос незаконных построек, приступила к реализации проекта. Мы осуществляем сносы незаконных строений, гаражей, стоянок, площадок в Москве и Московской области. Имеем десятки благодарственных писем у нас при себе. По данному адресу у нас есть все документы, все постановления. С утра мы приехали, попросили добровольно людей освободить, люди выпившие, освободить и убрать. На каком основании не сносят? Ничто не описывает имущество. Приехали, обрезали, обрезали замки и все. Один человек ходит с бумажкой какой-то, а что он там описывает, чего? Как это все делается? На каком основании? Должно как-то это все законно-то оснаститься? И как они сносят гаражи? Как я заберу? Написано перемещение, а не снос гаражей. Перемещение на подписью, под подписью Старикова. Как вот это перемещение? Как я могу забрать его гараж потом? Как выяснилось о сносе, жители предупредили заранее. Объявление повесили месяц назад, но, по словам владельцев гаражей, демонтировать к сегодняшней дате необходима была только часть строений, что и было сделано добровольно. По остальным вопрос решался в городской администрации. Было с администрацией договоренность, было у Старикова, то, что нам сказали, мы землю будем брать в аренду оформлять. И то, что 18 гаражей мы убрали по адресу, который будет развязка, мы их убрали, эти 18 гаражей. Остальные сказали, пока пусть стоят. Уберем, но позже. Мы договорились, что мы их уберем все равно. Нам дали отсрочку. Даже сегодня со слов Старикова, он сказал, что приостановлю. Они говорят, нам никто, ни указ, ничего. Берут и сносят. С 2002 года здесь стоят не только пеналы, но и капитальные гаражи. Существует даже два гаражных кооператива, которые местные жители пытались узаконить. В 2015 году соответствующие прошения были направлены в администрации района и городского поселения Красногорск. Мы готовили документы на аукцион. Мы об этом попросили, сообщили об этом и в городскую администрацию, и в районную. Мы написали письма с просьбой дать время, дать возможность нашему кооперативу принять участие в аукционе. Если нет, то мы сами разберем этот гараж. Поскольку мы сами свои деньги вложили, мы в конце концов демонтируем и продадим железо, потому что куплено было за свои деньги. Многое в этой ситуации могла бы пояснить администрация городского поселения Красногорск. Но, к сожалению, в комментариях городские власти нам отказали. Вот и остается владельцам гаражей водружать на крышу российский флаг. Другого метода борьбы с тем, что они называют беспределом, у них не остается. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марьяна Быстрова, КРТВ. День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья пройдет 25 июня. Принимать вопросы и предложения от жителей будут в выходной с 10 до 15.00. Уже 250 управляющих организаций подали заявки для участия в областной акции. Среди них и Красногорские, например, МУП РСП, свой дом, парк Веолеи. Нахабинские управляющие компании также откроют двери в эту субботу. УК «Феникс» заявил об участии. Вектор-сервис, лидер эксплуатации в Отрадненском также будут работать с 10 до 15 по обращениям жителей. Список уточнится накануне. Его можно найти на сайте госжилинспекции региона. Вывоз и утилизацию мусора будут осуществлять региональные операторы. Какие именно решится в ходе конкурсных процедур? МОСОБУДУМА внесла изменения в соответствующий закон. В документе уточняется, что региональные операторы – это организация, которая с 2017 года получит право заниматься обращением отходов. Территория обслуживания будет определена для нее конкурсом и в соответствии со специальной схемой. Зона может включать несколько муниципальных образований. Таким образом, будет несколько региональных операторов. Создание рабочих мест по-прежнему остается главным вопросом в Подмосковье. Власти продолжают работать над этой проблемой, сообщил журналистам в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Главный сложный вопрос, на который мы пока с трудом находим ответ – это создание рабочих мест. Это очень серьезный вызов для всех нас. Подготовленные промышленные площадки, создание рабочих мест, доступ малого-среднего бизнеса в сферу услуг должны быть максимально облегчены. Мы над этим работаем», – сказал Воробьев. В Красногорске сегодня состоялся мол-пром-тур. Поездки на предприятия региона для молодежи проводят областные общественники. Одиннадцатой точкой маршрута в Подмосковье стал механический завод имени Зверева. Организаторы хотят студентам показать их потенциальные рабочие места и, конечно, увлечь. Так, например, на Бронницком заводе каждому дали подержать в руках килограммовый слиток золота. Чем удивлял КМЗ, расскажем далее. Стратегическое предприятие открыло сегодня двери для молодежи. Студенты Красногорского колледжа – потенциальные сотрудники завода. Те, кто учится на оптиках-электронщиках сегодня, завтра будут делать оптику-электронику на знаменитом на весь мир заводе. О том, что предприятия Подмосковья как сферы занятости ничем не хуже московских, молодежи нужно показывать, говорят организаторы сегодняшнего Молпромтура. Попадут на предприятия, посмотрят. Есть перспектива здесь трудоустройства, получения профессий. Причем профессия очень хорошая. Сейчас это востребованная профессия, высокооплачиваемая. У нас в Красногорске большие традиции, есть семейные династии, которые работали здесь. О династиях заводчан и достижениях конструкторов ребятам рассказали в музее КМЗ. От истоков. Как создавались первые фотокамеры «Зенит» по аналогии со знаменитой тогда немецкой «Лейкой». Сегодня Красногорский аппарат и сам бренд. На механическом заводе был создан лунник, который впервые запечатлел обратную сторону Луны. Камера К-3, что летала в космос с Леоновым. Но это лишь одно из четырех направлений, в которых сегодня работает завод. Красногорский завод никогда не разрабатывал оружие, но без прицелов, без систем прицеливания, систем управления огнем, ни одно оружие не может быть эффективно. Поэтому, начиная с 30-х годов, завод разрабатывает прицелы. Помимо фототехники прицелов, КМЗ сегодня занимается разработкой и производством научных приборов. Например, делает скоростные камеры для атомной энергетики, которые пишут со скоростью 2,5 миллиона кадров в секунду. Отдельное направление – медицинская техника и аппараты для космического зондирования Земли. В общем, студентам есть из чего выбрать. Скорее всего, да, я, когда закончу обучение, приду работать на этот завод. Поскольку я именно выбрал эту специальность после 9 класса, ну, мне, естественно, привлекает своей необычностью, можно сказать. Ну, более интересная, наверное, космическая техника. Как собирают объективы для фотоаппаратов, показали в 11-м цехе. Сегодня сотрудницы КМЗ делают это вручную. На столах модель исключительно на экспорт. Пицваль – портретник, который заказал иностранный инвестор. Оптическая схема Пицваль, она 19-го века вообще. Но у нас, естественно, доработанная конструкция, улучшенные характеристики, оптические характеристики, качественные изображения, естественно, улучшить. Ну и само собой механизм. Из плюсов – достойное фокусное расстояние, байонеты, кэнон и никон, но вес убойный – почти килограмм. В лучших традициях «Зенита» сделан Пицваль под винтаж. Интересности – это фишка, мол, промтуров. На том же Бронинском ювелирном заводе мы дали возможность поддержать килограмм золота в руке. При посещении аэропорта Домодедово мы находились непосредственно перезалетной полосой за 20 метров, что, в принципе, достаточно редко согласовать кому-либо доступ на такие территории. То есть вся эта вещь, запоминающаяся на всю жизнь. Путешествие молодежи по заводам и другим предприятиям Красногорского района – не последнее. Ожидается, что, посоветовавшись с ребятами, в соцсетях выберут другие интересные для них организации, где пройдет очередной мол-промтур. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. МОСОВУДУМА приняла сразу в трех чтениях законопроекта о мерах поддержки детей, которых временно размещается в организациях для сирот. Таким образом, парламентарии хотят профилактировать отказ от своих детей и родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также депутаты обратились к Госдуме с инициативой наказывать опекунов и родителей за нахождение их детей в ненадлежащих местах ночью. Сегодня необходимо неоднократно доказывать, что гуляющие в неурочное время подростки – это следствие ненадлежащего воспитания. Обеспеченность льготников лекарствами по выписанным с начала года рецептам в Подмосковье составляет 97,5%, говорится в сообщении пресс-службы первой заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой. С начала года в регионе было выписано более миллиона льготных рецептов лекарств, отпущено по ним на сумму почти 5 миллиардов рублей. «Это высокие показатели, наиболее дорогими являются лекарства для лечения орфанных, то есть редких заболеваний», – подчеркнула первый заместитель председателя правительства. По всем вопросам обеспечения льготными лекарствами можно обращаться по многоканальному телефону горячей линии областного министерства здравоохранения. Актеры Василий Луновой и Михаил Ножкин в День памяти и скорби представили красногорцам концертную программу. В рамках патриотической акции «Спасибо за верность!» потомки звучали песни о героях былых времен и стихи известных поэтов-фронтовиков. С современным творчеством «Легенд советского кино» познакомилась наша съемочная группа. Во Дворце культуры Подмосковья в этот день ждали всех, кто хотел почтить память героев Великой Отечественной войны. Патриотическую акцию так и назвали «Спасибо за верность!» потомки. На сцене люди в погонах, те, для кого слова честь, родины и долг – не пустой звук. Полковник Михаил Калинкин посвятил свое музыкальное выступление десантникам. А бойцы Третьей научной роты главного центра предупреждения о ракетном нападении подарили зрителям песню про армию. Талантливые ребята служат в Красногорском районе. Армия, сырое, войско, я и моя. Армия, армия, ты сырой. С нетерпением ждали гости вечера выхода на сцену настоящей легенды советского кинематографа Василия Ланового. В Красногорске это уже второе выступление знаменитого офицера Ивана Варавы. Именно эта роль принесла Василию Семеновичу небывалую славу. В этот день он читал стихи Давида Самойлова, Михаила Светлова, Семена Гудзенко. Все это часть большой концертной программы, посвященной Бессмертному полку. Народный артист является сопредседателем этого всероссийского общественного движения. Будь проклят, 41-й год, и вросшая в снега пехота, мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и ветеран, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншею окоченевшая вражда, штыком дырявящая шею. Во время творческой встречи Василий Семенович напомнил слова Пушкина. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Именно поэтому важно сохранить память о Великой Победе, о поколении победителей. И вспоминать о них не только 9 мая, но и в дни скорби. Для меня все значит. Для меня, значит, это родина, это родители мои, которые пострадали во время войны, инвалиды первой и второй группы, это родственников бесконечное количество и на Украине, и здесь. Это все. И это обязанность всегда и вечно помнить это великое поколение. О том, как важно на примерах доблести предков воспитывать современную молодежь, говорил в своем выступлении и актер театра и кино, поэт и музыкант Михаил Ножкин. Патриотизм, с моей точки зрения, это врожденное чувство долга каждого нормального человека перед его прошлым и перед его будущим. И все. Не вообще абстрактно перед Родиной, перед твоими дедами, бабками, прабабками и так далее, и так далее. И перед ним они десятки поколений налегали в землю, чтобы ты появился на свет. В завершении вечера заслуженные награды получили ветераны военной службы и общественные деятели. Среди них и Татьяна Чернова, координатор общественного движения «Бессмертный полк» в Красногорском районе, заместитель главного редактора газеты «Красногорские вести». Валентина Зитова, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ. Районный совет ветеранов сегодня провел ежеводный пленум на повестке дня. Главный вопрос – подготовка к 75-летию битвы под Москвой. Также на собрании были подписаны соглашения между районным советом ветеранов и общественными организациями о совместной работе. Совет ветеранов – одна из самых многочисленных общественных организаций района. Сегодня она насчитывает 109 человек. Это те, кто готовы взять на себя трудную работу, ответственную, но в то же время очень важную. Направления в работе разные. Это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это решение социальных проблем для людей пожилого возраста. Это развитие досуговой работы с ними. Почему? Потому что мы сегодня говорим о том, что мы должны люди оторвать от каких-то проблем, от каких-то тяжелых мыслей и больше их привлечь к активной жизненной деятельности. Сотрудничество ветеранов с общественными организациями, бывших несовершеннолетних узников фашизма, жертв политических репрессий, Союз Чернобыль, Боевое братство, блокадники Ленинграда, дает больше возможности работать продуктивно и решать многие проблемы, которые у нас похожи, говорили присутствующие. Работать сообща будут и при подготовке к важной дате – 75-летию битвы за Москву. Программа мероприятий уже составлена. В нее войдут различные патриотические акции, поездки к памятным местам, встречи и уроки мужества. Ветеранская организация района включилась в смоторабот ветеранских организаций Московской области. Принято решение провести районный смоторабот среди первичных ветеранских организаций района. Ветеранские хоровые коллективы примут участие в проведении творческой эстафеты ветеранских коллективов Московской области. Фронтовые концертные бригады «Дорогами Подмосковья». Готовятся ветераны к выпуску своей новой книги. Они вернулись с победой. В нее войдут истории о фронтовом пути наших земляков. Для работы издателям обязательно пригодится новый ноутбук – подарок от депутата Государственной Думы Мартина Шакума. Яшакум просил передать вам, дорогие друзья, слова благодарности за ваш ратный подвиг на полях сражений, за ваш трудовой подвиг в тылу. Он очень внимательно относится к ветеранам. Я вот 18 лет работаю с ним, даже, я бы сказал, трепетно относится к ветеранам Великой Отечественной войны. В Думе Государственной он был инициатором принятия закона о выделении жилья участникам войны, независимо от того, когда они встали на очередь на жилье. Ветераны Красногорска любят выезжать в исторические места, поэтому они с удовольствием приняли предложение Мартина Шакума посетить Ясную Поляну. Расходы на поездку депутат взял на себя. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ. Желтый уровень опасности объявили на 24 июня в московском регионе из-за жары и высокой вероятности пожаров. В Красногорском районе в пятницу ожидается плюс 25-26 градусов, вечером 16, выше ноля будет солнечно. На этом у меня все. Интересных тем для сюжетов мы ждем от вас по телефону редакции и по электронной почте. С вами была Анастасия Ивставхева. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»